Чемпион WBO в полусреднем весе Теренц Крофорд высказал свое отношение к многочисленным титулам боксерской федерации. Недавно Сауль Альверс и Василий Ломаченко получили новый статус франчайзингового чемпиона WBC. Мне не нужен франчайзинговый пояс WBC. Регулярные суперчемпионские титулы WBA. Меня тоже не интересует. Должен быть только один чемпион. В каждой весовой категории надо оставить одного чемпиона. Вот и все. Никаких франчайзинговых, серебряных и других титулов. Меня интересуют только настоящие чемпионы. Ангель Гарсия, отец и тренер Дэнни Гарсия считает, что набор веса негативно скажется на Сауле Альверсе. Мне нравится Канело. Он нравится мне как боец. Но я не знаю, что они пытаются с ним сделать. Продолжится ли его нормальная жизнь после этого дерьма? Я серьезно. Он выглядел медленным со всеми этими мышцами. Помните, он спаррингует с большими парнями. Вы говорите о 175 фунтах. Но эти парни выходят с весом 190 или 195 фунтов. Они почти как тяжеловесы. Это чертовски большие парни. На что они собираются пойти? 190 фунтов при его росте? Помните, на взвешивании он будет 175 фунтов. Он будет есть всю ночь перед боем, восстановится и наберет до 190 фунтов бро. При его размерах сможет ли он выдержать этот вес, толкать его? Ковалев большой парень. Ему комфортно в получажах. Я просто имею в виду, зачем? У Канело уже есть все эти пояса. Зачем ему еще ремень? Это сделает его лучше. А как насчет твоего здоровья? Также Андер Уорд высказал опасения по поводу изящного набора мышечной массы Сауля Альверса перед поединком. Если бы мне нужно было выбирать, я бы поставил на досрочную победу Канело в концовке боя или его победу по очкам. Но есть один вопрос по поводу Канело. Я много слышу о том, что набирает мышечную массу. Это неправильно. Ему не хватает выносливости в своем обычном весе. Я думаю, Канело делает ошибку. Он и так плотно от телосложения, а сейчас выглядит слишком мощным. Не думаю, что это хорошая идея. Если он выйдет на бой таким, верят, он будет пропускать больше ударов, чем обычно. Я постоянно меняю мнение, но именно так проигрывается сценарий этого боя в моей голове. Очень много может произойти. Сейчас я вижу досрочную победу Канело. Через минуту я вижу Канело теряющим слишком много сил по ходу боя, а Ковалев в лучшей форме, чем все ожидали. Не исключено, что Ковалев может оказаться свежее Канело в концовке боя. Сейчас Ковалев представляет тот тип боксера, который будет настолько хорош, насколько позволит его соперник. Если Канело устанет таскать свои лишние мышцы, плюс он уже имеет проблемы с выносливостью в своем обычном весе, Ковалев может выглядеть лучше, чем обычно в концовке боя. Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер посредством своего инстаграма сообщил о том, что его поединок с россиянином Александром Поветкиным официально подтвержден. Данное противостояние пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарте боксерского шоу Джошуа Руиз 2. Казахстанский боксер Канат Ислам, выступающий в среднем весе, поднялся на 12-ю позицию в рейтинге своего дивизиона после успешной защиты титула. С защиты пояса WBO International в среднем весе Ислам проводил в минувшие выходные в Алматы. Его соперником был Уолтер Кантун Докуа из Набибии. Этот успех позволил Исламу войти в топ-20 рейтинга бокс-трек в среднем весе и расположился на 17-м месте. Всемирная боксерская организация WBO на своем официальном сайте предоставила отчет боя между Канатом Исламом и Уолтером Кантун Докуой. Значительных усилий и прочности не хватило Кантун Докуе, чтобы убедить судей. Ислам выиграл единогласным решением. Ислам, рекорд которого стал 27-0, идет восьмым в рейтинге WBO и скорее всего поднимется выше. Это был не лучший вечер для Ислама, но он сделал достаточно, чтобы выиграть и получить решение в свою пользу, пишет сайт WBO. Менеджер Майреса Бредиса Раймонд Депс заверил, что его подопечный примет участие в финале всемирной боксерской суперсерии, несмотря на заявление организации о том, что она пересмотрит бой латвийца к Шистофам Гловацки. Решение WBO ничего не меняет. Финал суперсерии состоится, а Майрес в нем выступит. Он уже начал подготовку к этому бою. То есть мы полностью сконцентрированы исключительно на этом поединке. Прежде всего давайте дождемся, какое решение примет Гловацки. А вдруг он выберет бой за титул WBC с Макабу. Так что в любом случае, нам сперва предстоит дождаться его решения. А для Бредиса все очевидно. Финал суперсерии – важнейший бой в его карьере. Нет, решение WBO точно не поменяет наши планы. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok